Дорогие, доброго времени суток, подписчики, друзья, а подписчики это друзья, в общем-то гуляю по своим владениям и проверяю недавнюю обработку Абигапик. Ну да, назвала я препарат, как-то я вам показывала, обработала все, что только видела, все-таки осень, температура скачет, то солнце, то дожди, то ветра, вот мой рододендрон на почках уже, новые побеги, все думаю, как бы он не зацвел у меня к зиме, знаете, такое случается. Вот, и собственно, сходила, проверила розу, свою старушку, Алла Владимировна подсказала, что возможно это сорт осяна, я с ней соглашаюсь, потому что когда-то давно я тоже искала этот сорт, смотрела, и да, он похож на осяну. Она у меня все время болела, она была пересажена несколько раз, уже во взрослом состоянии, я уже говорила, что листики на ней были желтые, то есть там, наверное, все виды пятнистости появились. И, знаете, обрабатывала я ее, конечно, но как-то не особо помогала. А вот сегодня убедилась, что никаких новых желтых листиков на ней нет. Я думаю, что здесь еще помогла температура, потому что в жаркое время, ну, не действуют многие препараты. Подделка, не подделка, по-моему, тут не распознать, когда жара стоит 40 и больше, и даже в вечерние часы мало что может помочь розе. Да ничего не поможет. Я вот обрабатывала, знаете, даже микроэлементами уже ближе к ночи, не то, чтобы после заката, а прям к ночи. Чтоб температура, чтоб листики, стволы немножко остыли, земелька. Поэтому, может быть, они не так у меня болеют, но вот эта розочка, конечно, халатна, халатна я к ней отнеслась, но она красавица. Я исправлюсь, пересажу ее в элитное местечко, на клумбу, потому что при переезде я ее посадила, знаете, так, на обом, лишь бы она в земле была, лишь бы она продолжила какое-то существование. Но сейчас-то я розы очень люблю, понимаете? Нет, ну тогда, правда, времени не было и возможности. Так вот, из-за ветров таких сухих вспомнила за свои череночки, черенки пролила. И вот мой череночник, который я показывала. Здесь земелька не особо, конечно, высохла, все в норме, но хочу вместе с вами проверить их, потому как крышка одна у меня улетела от ветра. А вот эти череночки я сажала уже самые крайние, можно сказать, стволики, такие более толстенькие выбирала. Не то, чтобы выбирала, попались такие. И ничего, пока живут. Но я их в землю втыкала, обработав цитокининовой мазью. Вот, поэтому, может быть, они еще более-менее держатся. А вот под этой баночкой у меня были посажены череночки, такие более тоненькие, щуплые. И вот, видите, уже, конечно же, есть выпады. Выпады, слово мне-то так нравится. Я их у многих блогеров встречаю. Выпады. Вдумайтесь, да? Так, в общем, я-то, видите, да, убираю некоторые, но эта рогатка пусть еще посидит. Не критично, не критично. Так, тоже пролила их, конечно. И уже, как сниму видео, камушки сверху положу. Видите, соломкой присыпала. Ну, знаете, они еще по-божески выглядят. Вот эти так вообще красотульки. Слушайте, под эту круглую крышку, по-моему, я начеренковала, ну, что-то такое для меня любимое. Что-то такое важное. Вот не могу вспомнить. По-моему, это была Айсфагель или Августа Луиза. Вот что-то из двух. Мне очень нравятся эти две розы. Так, ну, и здесь вот эти вот череночки, здесь, конечно, есть отходы почерневшие, как видите. Но это, опять же, такие самые тоненькие, какие-то подсохли. И вот эту крышку как раз у меня ветром и снесло. Я думаю, это вот послужило тоже тем, что, ну, что я там, не проверяла, чушь. Ну, не всё идеально, понимаете, не всё идеально. Я не хочу показывать на видео какие-то подставы. Вот говорю, слетела, вот говорю, халатно отнеслась. Ну, так и есть, а что поделаешь? Я человек, где-то забыла, где-то там отвлеклась, заморочилась какой-то другой темой. Понимаете, если оно по судьбе, оно будет. А ещё знаете, что повлияло? Потому что я когда эти черенки хотела, я их очень хотела, поэтому создался такой, называется, избыточный потенциал. И силы равновесия, они сыграли свою роль. Конечно, есть выпады всегда и у всех, но не только земля-то играет роль, да, и способ посадки, есть ещё наше внутреннее намерение. А я переэмоционировала, понимаете, сильно, уж очень мне хотелось. Прям я дня три ходила под таким экстазом, такая заводная. Вау, черенки, розы, розы я добыла, черенки мне дали. Вот я сейчас череночник забацаю, вот я сейчас вот так вот, я сейчас у меня и массе всё есть, и корневин сейчас так классно сделаю. Вот и создала избыточный потенциал. Так вот, я, собственно, что хотела ещё сказать к теме. Каждый человек, да, время от времени сталкивается с негативной информацией или нежелательными событиями. Всё это провокации маятников. Ну, кто такие маятники? Вот системы, понимаете, эгрегоры. Наверняка вы слышали эти выражения. Ну, я их называю маятниками, мне так привычней. Потому что они раскачиваются, и тем самым, вернее, мы их раскачиваем. Мы на них реагируем, мы что-то делаем, мы им поддаёмся. Это системы, это какие-то сообщества, общества. Это даже тот же YouTube. Вот, та же какая-то одна тема, мы её раскручиваем. Вот, и тем самым мы этот маятник раскачиваем всё сильнее и сильнее. Так вот, а человек не хочет, чтобы вот это всё в его жизни было, да. Он реагирует всегда по одному из двух вариантов. Если информация его очень задевает, он пропускает её мимо ушей и быстро забывает. А если же провокационная информация раздражает или пугает, то есть западает в душу, да, тогда происходит захват мысленной энергии в петлю маятника. То есть вот мы начинаем о чём-то думать, думать, думать. Попались на этот маятник, это называется петля. И мы ходим вот эту вот мысль свою перевариваем, носим в себе. Это петля маятника. Ну, просто так для ориентира удобно выражаться. И человек настраивается на резонансную частоту вот с этим маятником. Далее события разворачиваются по известному сценарию. Человек злится, негодует, беспокоится, боится, бурно выражает недовольство. В общем, активно излучает энергию на частоте деструктива вот этого, деструктивного маятника. И эта энергия поступает не только к маятнику. В общем, эти энергии таковы, что человек переносится на те линии жизни более деструктивные. То есть вот было всё хорошо-хорошо, это одна линия жизни. А как только он понизил свои вибрации, да, вот эту резонансную частоту, поймал маятника, она понижает его, и он, получается, уже не может находиться в той же волне, да, он переходит на другую линию жизни, более низкочастотную, скажем. И вот деструктивная роль маятника здесь заключается в фиксировании частоты с помощью петли захвата. Ну, допустим, вы пропускаете информацию о катастрофах или стихийных бедствиях мимо ушей. Если вас это не затрагивает, вот, то, ну, зачем, да, лишние расстройства? В таком случае, как правило, где-то происходит катастрофа, но лично вы находитесь на линии жизни, где являетесь не жертвой, а наблюдателем. Я не буду говорить там за эмоции, там, то есть всё, я в общем говорю. И наоборот, если вы выпускаете из себя информацию о катастрофах, вернее, впускаете в себя информацию об этих катастрофах, несчастьях, то вполне возможно, что скоро переместитесь на ту же линию жизни, где сами будете жертвой в той или иной степени. Выходит, чем сильнее ваше желание избежать чего-либо, тем больше вероятность это получить. Мы получаем сами то, что хотим. Вот в чём дело. Мы не можем говорить, нет, я этого не хотел. Хотя многие говорят, но вот если на это всё посмотреть с такой точки зрения, то так оно и получается. Мы получаем то, что хотим. Значит, прилагать все усилия для того, чтобы это было в вашей жизни, ну, тут уже дело каждого. И для перемещения на нежелательные линии жизни даже не обязательно предпринимать какие-либо действия. Вполне достаточно негативных мыслей, сдобренных эмоциями. Вы не хотите плохой погоды и думаете о том, как не любите дождь. Уловили? Досаждают там шумные соседи, собака их, и вы постоянно с ними ругаетесь или тихо их ненавидите. Чего-то боитесь, это вас очень беспокоит. Надоела работа, и вы смакуете свою неприязнь к ней. Вас повсюду преследует то, что вы активно не хотите. То есть боитесь, ненавидите, презираете. С другой стороны, есть много такого, чего бы хотелось избежать. Но для нас в данный момент, как бы, да, когда это все происходит, не очень-то это волнует. И в таком случае это и не происходит. Вот если нас что-то не волнует, это и не происходит. Но как только мы выпускаем в себя нежелательное, проникаемся неприязнью к чему-то, начинаем лелеять это чувство нежелательное, обязательно материализуется в нашей жизни. То есть вроде бы как мы чего-то хотим хорошего, но тут же у нас идут какие-то негативные, да, разум начинает говорить. Ой, подожди, подожди, а вот так не будет, а вот так это, а там такое препятствие. Все, считайте, что мы уже лелеем вот эту вот нежелательную для себя реализацию материи, да. Единственный способ устранить из своей жизни нежелательное состоит в том, чтобы освободиться от влияния маятника, который захватил вашу мысленную энергию. Это энергия, я уже как-то говорила, все энергия. И впредь не поддаваться на его провокации и не включаться в эту игру. Найти, то есть как бы выйти из-под влияния деструктивного маятника можно двумя способами. Провалить или погасить его. Вот что такое провал маятника? Это значит не включать его в свою жизнь. То есть не надо повторять себе бесконечно, да, отстаньте от меня, оставьте меня в покое там, или нет, нет, меня это не интересует. Ну, просто посмотрите запасные варианты. Ну да, вот что-то там засело в голову, ага, как я могу это сделать? Вот так, вот так. Так, не буду себе накручивать, не буду там себя страшить, «А давай-ка я сделаю шаг и попробую». Ну, один из вариантов, да. А бороться с ним, там, не истовствовать там на что-то, ну, это бесполезно. Вы также отдаёте энергию. И даже если вы поддаётесь, идёте по его указке, да, делаете то, чего он от вас ожидает, выводит там на агрессию или от подчинения какое-то полное, то вы тоже отдаёте эту энергию. Поэтому просто не включайте его в свою жизнь. Не бороться с ним, не осуждать, не злиться, не выходить из себя, потому что всё это будет означать ваше участие в его игре. А наоборот, надо спокойно принять его как должное, как неизбежное зло, и потом уйти. Проявляя неприятие к любой форме, вы отдаёте энергию. А чтобы отказаться от его игры, необходимо принять, ну, что такое слово «принять» здесь означает? Не впустить в себя, а признать право на его существование и равнодушно пройти мимо. Принять и отпустить. Значит, пропустить через себя и помахать на прощание ручкой. Поэтому, если вас донимают мысли о том, что вам что-то не нравится, оно будет в вашей жизни. Любите вы что-то или ненавидите, это не имеет значения. Главное, если ваши мысли зациклены на предмете ваших чувств, энергия мыслей фиксируется на определённой частоте. Поэтому вы оказываетесь захваченным маятником. Переноситесь на соответствующие линии жизни, где предмет фиксации существует в изобилии. Если вы не хотите что-то иметь, просто не думайте об этом. равнодушно пройдите мимо, и оно исчезнет из вашей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Избегать – это не допускать в свою жизнь, но активно стараться избавиться. Игнорировать же, значит, никак не реагировать и, следовательно, не иметь. Маятнику безразлично, как вы отдаёте энергию. С добром или нет. Его главная задача – просто её получить. Если игнорировать маятник, он оставит вас в покое и переключится на других, потому что он действует только на тех, кто принимает его игру, то есть начинает излучать на его частоте. Что же тогда является защитой от маятника? Пустота. Если я пустой, меня не за что зацепить. Я не вступаю в игру маятника, но и не пытаюсь от него защититься. Игра маятника меня не волнует, не трогает. По отношению к нему я пустой. Вот и всё. А над моими черенками, скорее всего, сыграла не просто какая-то земля и неправильная посадка, или уход, а просто моё намерение. Намерение иметь. И я создала избыточный потенциал, слишком большой комок энергии. А у нас энергия во Вселенной так устроена, что образовались силы равновесия, которые потянули одеяло на себя и дали мне препятствия. Сказали, ну-ка, тихо, успокойся. Поэтому серединный путь – это самое то. Нужно быть как бы так посерединке. Неплохо, нехорошо. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся, услышим. Субтитры создавал DimaTorzok